Пару слов о преимуществе путешествий в одиночку. Вчера мы с товарищем, или не вчера, а несколько дней назад, до вчерашнего дня, договаривались, что мы пойдем вместе в это путешествие. Маршрут довольно-таки сложный. И вот последний момент, у него нашлись причины. Ну, как бы я не спорю, для него это более весомые причины. Ну, просто случается так, что не всегда найдешь попутчиков, у которых так же будет свободное время, как у тебя. Настолько можно подогнать график и так далее. В этом я убеждался уже не один раз. И чтобы подобрать такую группу, скажем прямо, это довольно-таки проблематично. В одиночку же вы, независимо от погодных условий, от расписания автобусов, от десятков других факторов, сможете выбраться в поход. Удобное для вас время, удобное для вас место. Это преимущество номер один. Второе преимущество. Это никаких обязательств перед никуда не было. Вот буквально только что встретил человека. Он идет с Айпетри, Курзуф, через Романкож. Тут ему хочется пройти именно таким маршрутом, поэтому он не задумывается там и не парится о том, что кто-то скажет, что это далеко, кто-то скажет, что это длинный путь, там тяжелый путь. В одиночку вы выбираете свой маршрут и идете только так, как того желаете вы. Не перед кем, не испытывая ни в грязи, ни совести, что это сложно, накладно и так далее и тому подобное. Если вдруг что-то пошло не так, вот, к примеру, сейчас облака опустились ниже громкие плата. И, к примеру, я бы не знал обратного пути. То есть можно петлять и петлять по цепочке, там, по валам и так далее. Это все довольно-таки неприятные вещи, если не знаешь тропы, по которой спускаешься. То есть вот такой вот фактор, когда неизвестно, что впереди, ответственность несешь ты только сам и только перед собой. Это дисциплинирует, это укрепляет силу духа, это повышает твою самооценку, это большой плюс. Также можно сюда добавить, что никакого лимита времени, то есть вот у меня есть световой день, я вышел с утра, я знаю, что я должен вернуться до заката солнца в цивилизацию. И никакие телефонные звонки, звонки там с работы и так далее, меня отвлекать не должны это раз, реагировать на них в том плане, что сорвался, вот мне сейчас нужно срочно все бросить и с высоты полторы тысячи метров там за час сбежать вниз, чтобы что-то сделать. Я не для этого поднимаюсь на такую высоту, чтобы все бросить. Поэтому планировать изначально и в процессе путешествия что-то там менять в корне, вот это вот большой плюс, что ни перед кем вы не испытываете обязанности что-то менять и естественно не будете вестись на чьи-то уговоры там, или просьбы, или же замечания, ну в таком вот плане. Вот такой вот момент. Сейчас солнце слепит глаза, можно бы сказать, ну если бы были группа или с кем-то, вот что не напомнил там, или что не напомнило, там шляпа там и так далее, ну то есть вот такие моменты, там спички забыли, там, ну если кто-то курящий, или там батарейки, фотоаппарат забыли, или карта памяти там полна, а информация не сброшена, там, либо вот карту там забыл сегодня, вот, в группе на кого-то можно спихнуть это всё дело. Когда вы идёте один, что солнце мне светит в глаза, и я не взял очки, это мой минус. Здесь я должен видеть только себя, и естественно учиться на ошибках. Ну так же о темпе передвижения. Кто-то ходит быстро, кто-то медленно, кто-то делает остановки только на привале. Вот, когда вы идёте один, вот к примеру, на моём, на моей практике, я 110 раз поклонюсь там одному жучку, одному стебельку, то есть делаю фотографии, основное моё хобби — это фото. Буду кланяться этим цветочкам, этим бабочкам, вот, но я знаю, как потратить своё время, свой световой день. Человек, который смотрит на жизнь по-другому, он скажет, вот, к примеру, сегодня, ты через Бахчисарай шёл и шёл, что поднимался 4 часа. Можно было подняться там, грубо говоря, за полтора часа. Да, можно было. Но, тем не менее, я хожу медленно, я уделяю время именно своему хобби, именно есть причина, по которой я иду, а не просто пробежаться вверх и спуститься вниз. Сложности маршрута за вас никто не будет винить, если вы путешествуете один. Вы можете намотать лишние километры, убить ноги, убить силы, но остаться довольны результатом своего похода и, ни перед кем не отчитываясь, насладиться полноценно, за вашими решениями и вашими достижениями. Путешествия в одиночку также дисциплинируют, укрепляют ваш дух. К примеру, человек чего-то боится, там, кто-то боится скалопендра, кто-то боится высоты, кто-то боится еще чего-то. То есть масса вот этих вот фобий окружающих человека, они будут рассеиваться в процессе того, что вы точно знаете, что вам не на кого понадеяться, не на кого опереться, и все только в ваших руках. Вот здесь вот хорошая самодисциплина происходит и фобии, кстати, проходят. Группа лиц, идущих в походы, это могут быть и недисциплинированные дети, и в слабой физическом плане женщины, и люди, которые берут с собой так или иначе алкоголь, вот, поэтому прежде всего, если вы организовываете такой поход, вы несете ответственность за них, в том плане, чтобы кто-то не сорвался в пропасть, кто-то там не поскользнулся, не порвал связки, ну и так далее, и тому подобное. Масса таких вот неприятных вещей, которые встречаются в дикой природе. Когда же вы путешествуете один, внимательность, это ваш главный принцип, внимательность во всех отношениях и во всем, вы должны видеть, слышать и чувствовать, подсознательно чувствовать. Это также является плюсом. И еще одна довольно-таки важная деталь, когда у вас есть потенциал желаний, вы знаете, вы заметили, что я иду туда, я хочу там сделать то, я приду так-то. То есть у вас есть конкретные задачи, конкретные цели, которые вы пытаетесь достичь. Вот. А если, к примеру, с вами идет человек, который пошел либо за компанию, но особого желания не имел, либо, ну то есть, опять-таки, масса вариантов, и не успев выйти, и почувствовал первую трудность, он начинает ныть, а то, чтобы вернуться домой, ну, естественно, настроение похода, это уже не настроение, ну и в конечном результате цель, которую вы перед собой ставили, вы ее никак не сможете достичь, поскольку на уровне психологическом все как бы заблокировано уже. Ну и в завершение скажу, что ваша жизнь, это только ваша жизнь, и как вы ее построите, как вы, начиная в принципиальной, вот такие маленькие нюансы, пойти туда, сделать то, как вы это поставите, вопрос так он и будет. Ежели кто-то будет влиять на ваше решение, естественно, вы никогда не ощутите полной радости, полного счастья от проделанного дела. Удачи в походах, путешествовать одному, хоть, конечно, и опаснее, но тем не менее, в этом есть свои радости, свои удовольствия, свой кайф.